Глицерин входит чуть ли не во все косметические средства, входит в состав некоторых кондитерских изделий, некоторых алкогольных напитков, допустим, репёровых. С химической точки зрения глицерин является сложным спиртом. А формула у него следующая. Внимание, выписываю структурную формулу глицерина. Она вам поначалу может показаться сложной. Хотя, если я заберёмся, вы увидите, что ничего сложного в ней нет. Это как встроен глицерин? Скелет молекула образован вот этой цепочкой из трёх углеродов. Три углерода соединены между собой общими электронами парны. А на остальных вариантностях у каждого углерода висят либо подорога, либо вот такая группа, УАЖ-группа. УАЖ-группа. Так, ну три углерода и, соответственно, три УАЖ-группа. Хорошо. Запишите для себя полную все. И сейчас я против... Что? Аж восемь стрелки. Да. Но если я просто написал Аж восемь стрелки. Аж восемь стрелки, как по-вашему, с таким химическим составом существует одно-единственное вещество или много разное? Камин. Я взял, сгруппировал по другому... Сгруппировал по другому атома и получил совершенно другое вещество. А вот сейчас мы в этой преграде говорим. Я же говорил, молекула это конструктор лето. Взяли, переставили детальки, из самолета получили дворец. А из дворца нужно получить, конечно, визнеку. Бравильно. Я взял, переставил те же самые атомы, поменял на место, и получил вещество совершенно другим слоем. Так? Так что по вот такой качественной форме далеко не всегда можно расшифровать свойства вещества. А вот по такому структуру почти всегда. Сейчас мы отмой будем учиться. Когда не получается? Что? Когда не получилось. Что не получается? Вам сказали, почти всегда нет. Увидите, пока вы не знаете, как построено в настоящем сложной маркетке. Вот это детство. ДНК, 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 это вообще чудовище. Так? Нет. Даже значительно более простые случаи все равно бывают очень почеревые. Где просто тупо глядя на формулу, нельзя прикрепить некоторых случаев. Какая валентность в этом соединении у кислорода? Написайте, кстати, номер один, первый вопрос. Пишите ответ. Саждаем. Какую валентность демонстрирует кислород в этом соединении? Количество ковалентных соединений. Количество ковалентных соединений. Которые в данном соединении образуют данные элементы. Итак, первый вопрос. Какая валентность у кислорода? А есть какая-нибудь бокового значащая? Нет. Так и пишут. Валер. Второй вопрос. Какая валентность у углерода? Ну и третий, вполне понятный. Какая валентность у водорода? Один. В водородах всегда один. А почему один? Потому что у него только одно электронное облако. А у него вообще только один электрон. Да. Ну как же он может образовать больше пар? А просто никак. То есть у водорода всегда валентность один. А вот теперь, ребята, во всех биологических соединениях вот это правило будет работать железно. У кислорода всегда какая валентность? Два. Два. Значит, во всех органических веществах у кислорода это валентность будет. У углерода какая валентность? Четыре. Так. Во всей органике всегда углерод будет образовывать четыре валентных облака. Задача будет следующая. Подойти к доске. Так. И выделить светом три разные типа свет. Одним светом. Так. Показать неполярное, совсем неполярное ковалентное. Другим светом слабо полярное ковалентное. Там, где полюса не очень сильно выражены. И третьим светом сильно полярное свет. Где наступит на сильное полюса. Идея-ка понятна? Три разные типа связи. Это на формуле светом выделить три разные типа связи. Три разные типа электронных облаков. Вообще неполярное, слабо полярное и сильно полярное. Сильно полярное – это там, где достаточно велика дельта зарядка. Дельта – это разница. Где достаточно сильный местный положительный и местный ответственный. От чего зависит сила полярности. От чего зависит возникновение или отсутствие полюсов в связи. От какого свойства взаимодействующих атомов имеется двуховариантная связь с облакой двух общих электронов. Когда возникают полюса? Когда в одном месте электроны чаще, чем в другом. В том месте, где электроны чаще появляются, какой заряд будет? Минус. Минус. В электронах тридцатный заряд. В том месте, где электроны реже появляются? Плюс. Так? Вопрос. Берем два атома. В каком случае, общее электронное облако между ними вообще не будет иметь никаких плюсов. То есть электроны равномерно висят по всему облаку. В каком случае, слабенькое разница. В одном углу электроны чаще, чем в другом. И в каком случае, сильная разница. То есть электронов очень много вокруг одного атома. Они там не то чтобы много, но часто говорят. Их плотность там лежит. Так? И низкая плотность другой стороны. Думать, от каких свойств атомов это зависит. От каких свойств атомов зависит полярность образованной ковалентной свежи. Берем одну пару атомов. Связь неполярная. У другой парочки атомов. Связь со слабыми калюсами. А у третьей парочки калюса будут очень ярко выражены. Если с полярностью не разобрались, никогда не поймите в такое растворение. Почему, допустим, стекло в воде так растворяется не будет, а сахар в воде отлично растворяется. Растворяется ли в воде газа. Почему масляная краска отстируется крайне плохо, а от варель отстируется завтра. На самом деле, все начинается с полярности свежей. От каких свойств атомов будет зависеть степень полярности свежей, которая между ними возникает. Казмическая свежь, то есть свежь, образующаяся за счет общего электронного угла, называется ковалентной. Правильно, правильно. Ковалентная бывает двух разных типов. Полярная и неполярная. Вот от чего зависит, какая ковалентная свежь образовалась. Полярная или неполярная. Полярная образуется, когда соединяется Пи, углы и ИС. У ИС вектора. Не обязательно. Приведу вам потом массу примеров, когда ради Бога Пи и ИС соединяются, а свежь неполярная. Когда у одного атома электрон бывает дольше, чем у другого. А почему? И как это называется? Если у одного атома больше, чем у другого, то на это облако приходит больше коллекционного. Дельта, это сам факт отличия плюсов. Так, дельта, это разница. Вопрос, почему возникает дельта электронный кокус? В одних случаях много. Потому что она, например, из одного атома, с другого атома, с частью 2 пилового. И в одном из случаях, например, этого, или пилового, то электронный кокус одинаковый, но на другом атома больше бывает. Почему? Нам побольше. Нет, дело не в разуме. Магнит просто больше. Одинаковый чего? Одинакового заряда. Одинакового заряда? Ага. Ну... А бывают ядра с эффективным зарядом? Ну, потому что у одного ядра заряда больше. Связано с этим, но вы пока не используете нужный термин. Как называется способность элемента притягивать электроны? Способность атома притягивать электроны. Как называется? Ну... Нет, дельта, это разница. Нет, дельта, это электросеечество и связь. Электрооперцательность. Способность атома притягивать электроны. У нас один ядра, конечно. Называется электрооперцательность. Ну да, если отвечать обратно с одинаковый электрооперцательность, то никаких плюсов не будет. Конечно. Помните, мы с вами, с чего сегодняшний урок начали, да? Литий, бериль и так далее. До кислорода, вторых, ноут. Вот в этом направлении. Что будет с электрооперцательностью? Она будет увеличиваться. А вот теперь возвращаемся к этой форме. Ну-ка, попробуйте выделить светом неполярные света. Ковалентные облака, в которых вообще нет плюсов. Электронно-равномерное распределение. Слабополярное и сильно полярное. Так, 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 так. Различие в реакторе отрицательности между водородом и углеродом небольшое. Не сильно будет перетягивать углерод на себя. А вот теперь сильно полярное. Абсолютно правильно. Народ, это не просто важно, это исключительно важно для того, чтобы разобраться в нейтропиологических вещах. На самом деле почти во всех. Запомните, если форма где-то попадается у вас, это значит, есть в этом месте полюса электрические. Очень сильный полюса. Да, причем на водороде всегда какой полюс будет? Полюса светит. Водород перетянул на себя электрон от неоплодных кислородов. Водород плохо держит электроны. Водород всегда будет положительный полюс. А на кислороде всегда какой? Описательный. Описательный. Вот так. Вот здесь на водорогах. Полюса слабенькие есть, но они очень слабые. Во многих случаях имя можно вообще не грехать, но называть вот такую связь совсем неполярной не стоит. А теперь про такой газ аммиака. Слышали? Ну вот в каких-нибудь сельских сортирах, где давно никто ничего не убирал, воняет как раз аммиаку. Газ с очень резким запахом. Химическая обмова аммиака НХ3. Сравните степень полярности вот этой связи между водородом и азотом и вот этой связи между углеродом и водородом. Где более полярная связь? Вот здесь более полярная. А сравните силу полюсов вот в этой связи и вот в этой связи. Где сильнее? Вот это могучее полюсов. Так? Здесь полюса есть. И они уже часто играли в свою роль. Но они, в общем-то, нам условно. Всё, готов, пусть сделали. Да. Да. Это значит, Богу мой недочёт, они ваши. В прошлый раз я не продиктовал определение этой отрицательности, поэтому я не смогли им воспользоваться. Вот. Я привык, на самом деле, от этого почему. Вообще, толковый народ, более старший, когда слушает какую-нибудь сложную, интересную тему, не ждёт, когда… Хорошо. Они сами-то записывают. Всё понятно. Сам быстренько записывают. Очень не обязательно красивым почерком, с подчёркиваниями, а можно сокращённо, чтобы потом просто суметь разобрать свои записи. Как это дело называется? Такая сокращённая запись? Конспект. Конспект. На самом деле, если научитесь конспектировать, вам будет в десятки раз проще разбираться потом, вспоминать материал, пользоваться материалом. Можно не ждать, когда вам скажут, запишите.